Столица нашей республики с каждым днём становится краше, жить в ней становится комфортнее. Об этом и других ключевых моментах развития Черкеска в своём докладе, проделанной за минувший год работе, сегодня рассказал мэр города Алексей Баскаев. Принял участие в заседании и глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов. Альбина Ламкова продолжит. Алексей Баскаев возглавил мэрию Черкеска почти год назад. Это его первый годовой отчёт перед депутатами. Он рассказал о деятельности муниципалитета, затронув все сферы жизни. Говорил и о популяризации здорового образа жизни населения. Что в этом направлении делают. Рассказал о положительном развитии в области демографии, о выплатах, о строительстве ясельных корпусов. Поделился планами на будущее. Решается задача ликвидации второй смены в школах. Организовано бесплатное питание в них для детей младших классов. Мэр Черкеска рассказал и о развитии в сфере культуры, но также обозначил проблему. Эта область нуждается в молодых специалистах. Вопрос на ведение порядка и чистоты в городе всегда актуален. Мэром были озвучены цифры, сколько многодетных семей уже получили земельные участки. И то, что более 250 получат в этом году. После собравшиеся задали градоначальнику вопросы. Они были разного характера. Это и дальнейшая судьба улицы Ворошилова возле здания МВД. И дороги в частном секторе. И дальнейшее благоустройство парка культуры и отдыха «Зелёный остров». Алексей Баскаев рассказал и о проделанной работе в северной части города. Отчего к нему последовал вопрос, что ещё планируют сделать в этом районе. В этом микрорайоне строительство троллейбусной линии на 6, почти на 7 километров. Перспектива такая, что возможно уже в следующем году будет строительство этой линии. «Отчёты о проделанной работе всех органов власти Черкесии – важное знаковое событие. На таких мероприятиях должны присутствовать и представители общественности, ветеранских организаций», отметил глава республики Рашид Тимрезов. Те, ради кого ведётся работа в городе. Начиная от собственников жилья, у которых очень много вопросов. Глава республики заверил, что со всеми вопросами и проблемами в разных сферах жизни он знаком. Тут же отметил, что органы власти Карачаева-Черкесии поддерживают все инициативы по развитию Черкесии. И подчеркнул о ключевой ценности мнения жителей города, чтобы был постоянный и открытый диалог с людьми. «Самое главное, чтобы мы слышали наших людей. Например, Игорь Владимирович задаёт вопрос про сейсмоустойчивые здания. Вы так корректно, наверное, при прокуроре города говорите, а мы их называем аварийным и ветхим жильем. Что на самом деле у нас ещё достаточно много такого жилья, к сожалению. Я знаю, что мэрия города делает для этого». Прошлый год был непростым. Только на территории Черкесии работали шесть ковид-госпиталей. Чтобы столица республики продолжала процветать и власти могли решать проблемы горожан, руководство Карачаева-Черкесии, парламент будут и в будущем делать акцент на развитие города. Потенциал есть, но он до конца не реализован, отметил Рашид Темрезов. «Я думаю, что мы совместно с Министерством экономики, экономического развития нашей республики, Алексей Ильич, подумаем о той, ну начнём, может быть, с такой краткосрочной, среднесрочной программы развития города с привлечением и агентства стратегических инициатив». Глава республики поблагодарил за работу и пожелал активной, продуктивной деятельности и впредь. Поздравил всех с предстоящими праздниками. На отчёте мэра столицы республики рассказали не только о том, что сделано, но и о том, что планируют, а также определили ключевые моменты в развитии города для того, чтобы горожанам и гостям Черкеска было комфортно. Альбина Ламкова, Ислам Урумов, Вести, Карачаева, Черкесия.